Жители одного из магаданских домов пошли на крайние меры, вскрыли чужое жилище без согласия собственника. По словам людей, на отчаянный шаг их подтолкнула сама владелица. Еще несколько лет назад пенсионерка превратила свою квартиру в склад ненужного хлама. Впрочем, сама виновница Переполоха называет это не иначе, как творческим беспорядком. Что творится за не сильно открытой дверью, увидела Полина Федюк. До хозяйки не достучаться, не докричаться. Вот и пришлось пойти на крайние меры, вскрывать квартиру. Тихая и миролюбивая женщина, по словам соседей, превратила их жизнь в настоящий коммунальный ад. Бабуля, вы где? Короче, надо разнимать. Жилплощадь хозяйка использовала с максимальной эффективностью. Метры квадратные здесь давно уступили место метрам кубическим. За горой многотонного имущества пенсионерку спасатели искали несколько часов. Бабушка не знает где, там где-то. А слышно ее? Нет. Кто здесь? Что вы хотите? Кто вас позвал? Свалку в квартире пенсионерка называет творческим беспорядком. Страсть у нее такая, к накопительству, поясняет женщина. Признаков психического заболевания в своем мусорном хобби не видит. Каждой вещи со свалки она якобы дает вторую жизнь. Товарищи, я в поднятии дорога. Видно, видно. В угоду навязчивому пристрастию пенсионерка была готова даже несколько лет подряд отказываться от всех благ цивилизации. На сортировке мусора времени нет. Даже помыться, признается хозяйка. Воды у нее нет. Туалет у нее забит до предела. Она им, соответственно, не пользовалась. Ванна также забитая. Вообще, в принципе, отсутствует. Поэтому бабушка сама находилась в очень плачевном состоянии. И это была угроза жизни не только нам, соседям, а еще самой бабушке. Доведенные до отчаяния соседи через суд собираются настаивать на принудительном лечении таких старческих странностей. Психическое состояние у нее, она не испытывает ни галлюцинаций. И относительно нормальная. Ориентирована в пространстве. Она знает, на мой взгляд, называет свою фамилию, имя. Потому что она захламила помещение, и она не понимает своей опасности. Поэтому ей нужен присмотр. Отдохнуть некоторое время от трудов на свалке врачи предложили в психоневрологическом диспансере. А коммунальщики до возвращения хозяйки пообещали навести в квартире порядок и провести дезинфекцию. Полина Федюк, Екатерина Точеная. Место происшествия. Продолжение следует...